Такая ситуация, в принципе, типична для всех российских городов. Объявленная годовая амнистия и все. И про техосмотр люди забыли. Хотя через месяц с небольшим техосмотр будет стоить других денег. То есть, если раньше техосмотр стоил 700 рублей, то он будет стоить 2-3 тысячи. То есть, любое нововведение, вот оно такое странное у нас получается. Растаможка с целью поддержки отечественного автопроизводителя. В результате иномарки у нас бушные просто космических денег стоят. Транспортный налог. Куда деньги уходят, понятия не имею. И вот нововведение, новые правила прохождения техосмотра. Ну, естественно, это благо для страховщиков. Они и так зажжавшиеся, но им еще этого мало. Так что грузовик с пряниками перевернулся. У вас осталось месяц с небольшим, чтобы успеть задешево пройти техосмотр. Да, целый год мы прожили без техосмотра. Кстати, по соотношению к тем деньгам, которые мы непонятно за что платим, а я имею в виду транспортный налог и ОСАГО, каким-то безумным образом притянутые к лошадям и каждой конкретной единице транспорта, цена за техосмотр ранее была мизерная. Ну, что такое 700 рублей. Но мы стараемся облегчить жизнь, естественно, не граждан, влупив в следующем году цену в три раза большую. И это, естественно, инициатива не тех, кто проводит техосмотр. Подъемник с его тремя пунктами тут на вас наживаться не собирается. Он свои пункты выстроил давно. Но вопрос в воздухе. Кому такое благо для народа надо? Мы прожили год тяжелый. Гражданам президент подарил год без технического осмотра. Но год без технического осмотра заканчивается. Следующий год будет стоить других денег, потому что в дело войдут страховые компании. То есть осталось всего два месяца. То есть два последних вагона уходящего поезда. Можно ли успеть туда сесть? Ну, год тяжелый, смотря для кого. То есть для граждан, наверное, был облегчен, скажем так. То есть граждане, те, кто владеют автомобилем, предприятия, те, кто владеют авто-мототранспортом. Для них, ну да, конечно, там есть какие-то поблажки. На сегодняшний момент хотелось бы посоветовать нашим гражданам, кто владеет авто-мототранспортом. Все-таки 2012 год. Он будет для автомобилистов непредсказуемый, потому что разрабатываются еще и новые законы по штрафам. Будет, как говорится, там черный, там какой-то четверг они там все планируют. И по техосмотру хотелось бы посоветовать, что те граждане, которые не прошли техосмотр, на сегодняшний момент ездят без технического осмотра, ну, хотя бы в ноябре до середины декабря прошли техосмотр. Почему? Потому что тем самым они подстрахуют себя практически на год от всех вот этих передряг, которые будут в начале года, может, в середине года. То есть они спокойно будут ездить, при себе иметь жетон технического осмотра. И когда все это дело все равно, оно в течение года как-то упорядочится, ну, и более-менее спокойно будет тем гражданам, кто пройдет техосмотр. Мой совет. А принимать решение, конечно, им. Естественно, в последний момент уходящего года, года хоть маленькой, но халявы, вы только представьте себе, сколько человек ломанется сюда вовремя успеть не попасть на бабки. И я в том числе. И поэтому только подъемник. Да потому что он самый крупный. На дачном вон не две, а пять линий в работе. Итого в девять стволов можно разумно и быстро пройти технический осмотр. Господа, друзья, автомобилисты, давайте только это не откладывать на последнюю неделю. Часики уходящего года уже тикают. Ну что ж, давайте все делать вовремя. Тем более, что время еще есть. Есть еще месяц с небольшим. До того момента, когда техосмотр будет стоить, ну, денег в три раза больше, чем сейчас. Поэтому пункты технического осмотра фирмы Подъемник работают для вас. И здесь, на выезде в сторону города Челябинск, естественно, это Электросити 31. И вот тот пункт, с которого мы начали нашу беседу. Это шоссе Дачное.